Продолжается реконструкция знакового для города долгостроя гостиницы «Турист». Сейчас на объекте ведутся внутренние работы, фасад отделывают стеклянными панелями. Ход работ на «Туристе» в рамках выездного освещения проверил мэр города Анатолий Локоть. Турист начали возводить еще в далеком 1968 году. В 1979-м стройку заморозили из-за дефицита бюджета, значительно превысившего первоначальный лимит. Но устранение плывуна, который обнаружили под зданием, потребовалось много бетона. В начале 90-х объект предполагали завершить с привлечением заключенных. Для этого площадку даже обнесли колючкой с вышками по периметру. Но ЗК на стройку века так и не вышли. А каркас легендарного долгостроя уже не один десяток лет уродует главную площадь Левобережья. Одно время его хотели разобрать, но в июле прошлого года мэру предложили концепцию по реконструкции здания. Инвестор нашелся в Омске. Эксперты говорят, что до 40% здесь еще запас по прошести есть. То есть можно высотный процент повыше сделать, чтобы появился еще акцент высотный на площади. По проекту здания не просто отремонтируют, но и наполнят новым содержанием, разместив туристик, конгресс-центр, выставочные залы, гостиничные номера длительного пребывания, торговые площади и подземный паркинг. В конце октября 2018-го была демонтирована первая стеновая панель, символизировавшая старт работ по завершению строительства. Общий вес тех стеновых панелей, что мы будем сегодня начинать демонтировать, составляет более 3000 тонн. Они уже свою несущую способность выполняют, но теплоограждающие уже функции другие, требования другие. Поэтому мы будем делать новый фасад, а старый фасад снимаем. Спустя 10 месяцев на площадке вновь собрались официальные лица. Повод более чем значимый. Проект реконструкции туриста прошел экспертизу, получено разрешение на строительство. При этом объем предполагаемых инвестиций с первоначального 1 миллиарда рублей подрос еще на 700 миллионов. Вот существующее высотное здание, перед ним построена будет скиллопатная часть, вдоль улицы Ватутина построена будет скиллопатная часть, и вот здесь тоже. Мы внесли изменения в проектную документацию, увеличили количество номеров гостиницы под конгресс-центр. И конгресс-центр занимает целиком четвертый этаж всей застройки. Турист из 60-х сменит тяжелый бетонный фасад на современные легкие витражи и подрастет на пять этажей до отметки 75 метров. Эксперты уверены, что запаса прочности для этого более чем достаточно. В результате главная площадь Левобережья заметно преобразится. Вход на станцию метро перенесут в здание гостиницы, а на освободившейся территории разобьют сквер. У нас есть видение, как надо преображать площадь Маркса. И надо сказать, что многие потенциальные инвесторы зашевелились после того, как этот объект начал показывать, что он движется, что он приобретает законченные формы. И мы намереваемся с инвесторами, с потенциальными работать, чтобы причесать и привести в порядок всю площадь Маркса. Стоит отметить, что на завершение долгостроя бюджет города не потратит ни рубля. Проект полностью финансирует частный инвестор. Масштабную реконструкцию туриста планируют завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Не исключено, что гостиничный комплекс сменит название. За креативными идеями владельцы собираются обратиться к жителям города. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.